Добрый вечер! Я рад вас приветствовать в специальном выпуске программы ОШП «Альф Лайф». Мы сейчас находимся в НИИ проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский Жамбульской области, рядом с городом Алтар, в гостях у кунсулы Дальтоновны Закария, генеральным директором НИИ проблем биологической безопасности. И в рамках нашей поездки мы ознакомились и с институтом, и с новым заводом, который построен и запущен по производству вакцин. В первую очередь кунсулу Дальтоновны позвольте вас поздравить, и вас, и ваш коллектив с научной публикацией в международно призванном журнале «Вацерк» о первой и второй стадии клинических испытаний. Давайте начнем с этого. Расскажите, пожалуйста, зрителям, почему это важно? Для каждого ученого очень важно, чтобы результаты его исследования были опубликованы в ведущих мировых журналах. Соответственно, исключением мы из этого не являемся. Мы также пытались опубликовать свои результаты по итогам первой и второй фаз клинических исследований в ведущих журналах. И, как вы только что сказали, он был опубликован в журнале «Медицина клиникал» группы «Ланцет». Для нас это действительно высокое достижение. На сегодняшний день полностью клинические исследования завершены. Третья стадия завершена? Да. Третья фаза клинических исследований 9 июля была официально завершена. После этого мы обрабатывали большой пласт наших данных по третьей фазе. Сколько человек принял участие в третьей фазе? В третьей фазе приняло участие 3000 добровольцев. И для обработки этих данных, для проведения статистического анализа, для подведения результатов нам потребовалось более двух недель. И в конце июля текущего года мы подали в Министерство здравоохранения на экспертизу. И в настоящее время она находится на экспертизе. По завершению экспертизы, по получению экспертной оценки, мы готовы вынести на публикацию результаты уже нашей третьей фазы исследований. Также планируем подать в один из ведущих мировых журналов. В целом стоит, наверное, стратегическая задача, чтобы казахстанская вакцина, Казвак, которая разработана в вашем НИИ, которая производится на базе вашего НИИ, и сейчас на нового завода АТАР, Биофарм, который находится прямо на территории вашего НИИ, чтобы она заняла достойное место на рынке и получила заслуженное признание. То есть для этого, помимо научных публикаций, насколько я понимаю, ведется работа по регистрации во всемирной организации здравоохранения. Да, действительно. На сегодняшний день в НИИ проблем биологической безопасности проводятся не только научные разработки, происходит их внедрение, их регистрация и производство на наших внутренних технологических линиях. В этом году мы произвели более 45 миллионов доз различных вакцин, в том числе среди них планируется произвести 3 миллиона доз вакцины, из которых уже около миллиона разработаны, произведены и поставлены. В Казахстане до сегодняшнего дня было провакцинировано более 300 тысяч наших граждан вакциной Казвак, отечественной разработкой вакциной Казвак. И, конечно же, нас интересуют не только внутренние признания, но и внешнее, мировое признание. Для этого мы проводим мероприятие работы для регистрации в ВОЗ. Однако нужно понимать, что это очень сложная работа, которая требует подтверждения международных экспертов. В частности, нам необходимо до регистрации в ВОЗ получить международное признание и сертификат GMP на новую площадку завода Атарбиофарм. На сегодняшний день Атарбиофарм имеет национальный стандарт GMP, и работа для получения международного стандарта нами ведется, проводится. Мы получили официальную государственную регистрацию нашей вакцины Казвак в Кривостане. Идет работа активно по регистрации нашей вакцины в Швейцарии. Почему? Потому что она имеет панафриканское соглашение. Если мы зарегистрируем нашу вакцину в Швейцарии, то имеем право беспрепятственного распространения вакцины в странах Африки, в 12 государствах Африки. Далее, конечно же, у нас в планах регистрация в странах Центральной Азии и в тех государствах, которые выразили свою готовность закупить нашу вакцину. Регистрация ВОЗ, что она даст? Регистрация ВОЗ – это всемирное признание. Это открытие всех границ без исключения. Это занятие рынка и вывоз нашей вакцины во все страны без исключения, которые являются членами этой международной организации. Безусловно, загадывать, наверное, сложно, но все-таки примерно когда ожидаемые сроки регистрации нашей вакцины в ВОЗ? Горизонт широкий. Сказать конкретные сроки я не могу. Почему? Потому что для регистрации вакцины оценивается не только, собственно, сама вакцина и ее производство, а идет оценка национального регулятора в лице Министерства здравоохранения. Там имеется свой определенный перечень вопросов. Кстати, очередная инспекция ВОЗ планируется в сентябре текущего года. Мы ожидаем приезда этой комиссии сюда, к нам, в ней проблем биологической безопасности и на завод Татар-Биофарм. И тогда будут сверены часы, и мы будем примерно представлять сроки, которые возможны для получения этого сертификата регистрации ВОЗ. Немного давайте поговорим про завод. На какой стадии он находится и какие по нему планы? В завод Татар-Биофарм первый камень заложил премьер-министр Республики Казахстан Асхару Захпаевич Мамин 12 июня 2020 года. И сегодня мы видим, прошел год, ровно год и два месяца. Вы только что были на заводе и сами видели, что завод полностью построен. Он оснащен полностью оборудованием. Причем оборудование современное. Производители Италии, США, Китая, России и других стран. То есть самые ведущие производители, у них были закуплены оборудование, технологические линии. Он оснащен полностью. И на сегодняшний день, с юля месяца, он работает в тестовом режиме. Там идут обширные валидационные мероприятия. То есть каждый узел технологической линии, каждое оборудование, каждый процесс мы должны полностью отвалидировать, посмотреть на соответствие его технических параметров, посмотреть на соответствие его уже технологическим нашим параметрам отраженного досье по разработке нашей вакцины и дать свое заключение. Эти протоколы очень важны. Почему? Потому что они будут представлены в будущем международному экспекторату, который будет сертифицировать уже завод на международный стандарт GMP. И эту работу нужно проводить тщательно и очень ответственно. Эта работа проводится. Отдельные узлы уже прошли валидацию, но тем не менее процесс идет. Мы думаем и очень надеемся, что в сентябре месяце АТАРБИОФАРМ будет запущен официально. В промышленную работу? Да, в промышленную работу. Получение международного сертификата GMP является необходимым для международного признания в рамках Всемирной организации здравоохранения? В рамках Всемирной организации здравоохранения наличие международного сертификата GMP стоит под номером один. Без него они не принимают и не рассматривают заявочные материалы. Это первое и главное, что мы должны получить. Какие производственные мощности и проектные фактически этого завода? Проектная мощность завода 60 миллионов доз вакцин. Но вы видите, что в стенах института, не имея полноценного нормального производства, мы производим 45 миллионов доз. Поэтому в будущем данный завод будет выше, чем заложенная проектная мощность. Обычно проектная мощность закладывается на процентов 50 ниже от тех максимальных мощностей, которые возможны. Но самое главное даже не то, что проектная мощность, самое главное наличие заказов для того, чтобы наша технологическая линия не простаивала. Почему? Потому что, опять-таки, ту линию, которую мы вам показали, вы видели, этапы водоподготовки, этапы воздухоподготовки, парообразование, все это работает без остановки. Мы не имеем права остановить даже на одну минуту. Иначе все вопросы валидации будут сняты, и мы должны проводить валидацию завода заново. Поэтому, если не будет у нас заказов, завод будет работать в холостую, он будет простаивать. Поэтому я очень прошу Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения обеспечить нас заказами. Все заказы, какие будут поданы на разработку вакцинопроизводства, вакцин будет нами приняты и в совершенно короткие сроки будут исполнены. Сейчас спектр вакцин, которые НИИ может производить, какое их количество и от чего они? За весь период существования завода, это 63 года, нами разработано большое число в рамках науки вакцин, но из них официально зарегистрировано, протестировано и получено свидетельство на 67 вакцин. Все они запатентованы, патенты принадлежат единолично нашему институту НИИ проблем биологической безопасности. Линейка вакцин на сегодняшний день, это 7 вакцин, которые мы производим. Это те, на которые имеются заявки. Выйти на реализацию аптечную мы не можем, поскольку институт не имеет такого вида деятельности и не имеет такого потенциала. Нам нужны большие долгосрочные заказы. Необходимое количество вакцин по Минсельхозу составляет порядка 10-12 наименований, и мы большую часть готовы производить. Каков производственный план по заводу до конца года? До конца года у нас план, во-первых, его полностью запустить. Запуск заводов не бывает одномоментным, он идет поэтапно, поскольку необходимо отработать все узлы и оборудование этого завода. Да, они прошли тестирование, но в тестовом варианте, в рабочем варианте, там возможны на начальных этапах различные ситуации. Поэтому до конца этого года у нас остается 4 месяца, и мы планируем выпустить на технологической линии данного завода 2 миллиона доз вакцин, на которые у нас имеются текущие контракты. Давайте немного еще раз поговорим про текущие показатели эффективности вакцины Казвак, казахстанской вакцины. Значит, эффективность нашей вакцины по итогам первой фазы показала 100%, по итогам второй фазы 96%, по обширной третьей фазе мы получили 84%. Для инактивированных вакцин это достаточно хороший результат. Причем мы посмотрели эффективность на сегодняшний день, опять-таки, в лабораторном режиме на лабораторных животных, эффективность нашей вакцины путем замены штамма Ухань на штамм Дельта. Он также показывает на животных хороший результат. И мы надеемся, что в Министерстве здравоохранения будет принято решение о замене штаммового состава наших вакцин по примеру гриппозных вакцин, тогда, когда, меняя штаммовый состав гриппозных вакцин, не проводятся дополнительные клинические исследования. Поскольку точные мутации, они незначительны в этих вариациях, Уханьский, Британский или штамм Дельта, поэтому, я думаю, на сегодняшний день целесообразно принять на себя ответственность и дать разрешение на замену штаммового состава. Таким образом, мы сможем поднять эффективность нашей вакцины против Дельта и новых возникающих мутаций штамма. Для этого Министерство здравоохранения должно принять решение нормативно-правовой акт, дающий право нам заменять штаммовый состав вакцины без дополнительных клинических испытаний. Есть вероятность того, что вот те 2 миллиона доз вакцины, на которые у вас уже есть запрос, контракт, они будут произведены уже с модифицированным составом под Дельта штамма? Если вопрос решится оперативно, то мы готовы сентябрьскую поставку вывести уже с Дельта штаммом. А в целом, допустим, если появится новый штамм, как долго занимает процесс замены? Процесс замены, процесс модификации и процесс проверки на животных занимает 2-3 месяца. Мы можем быстро переформатировать состав, штаммовый состав нашей вакцины и выдать под соответствующий штамм. Вы упомянули, что в настоящий момент двумя дозами вакцины Казвак вакцинировано 300 тысяч казахстанцев. Есть ли какие-то данные Министерства здравоохранения о том, каков иммунитет этих казахстанцев, в какой форме заражаются они или нет, в какой форме они переносят, есть ли умершие? Конечно же, поскольку это наша разработка, вакцина Казвак, мы интересуемся, причем активно интересуемся тем, как он показывает себя уже в таких полевых условиях на уровне медицинского применения. Отрадно отмечать то, что иммунитет формируется, и это признается многими независимыми лабораториями, которые ставят и ПЦР, и ИФА-тест анализы. На сегодняшний день то, что нам известно, эффективность на уровне 90% умерших, к счастью, к большому счастью, нет. Ни одного подтвержденного смертного случая от вакцины Казвак не зарегистрировано. Тяжело больных? Тяжело больных. Мы знаем, что, естественно, вакцинация, она создает защитный фон, формируется гуморальный и клеточный иммунитет, и даже при заражении данный иммунитет будет держать заболевание, и заболевание не должно перейти в тяжелую, либо в среднюю тяжесть. По тяжело заболевшим у нас также информация имеется, это очень низкий процент. То есть это несмотря на то, что сейчас, насколько я знаю, 90% новых заражений коронавирусом происходит дельта-штамм. Да. Но исходя из этого, можно сделать вывод или как минимум предположить, что даже без модификаций этого штамма уханьский, то есть инактивируемая вакцина, она достаточно хорошо работает против дельта-штамма. Она неплохо держит против дельта-штамма, но в любом случае, вы правильно поставили вопрос, нам необходимо быстро реагировать на вызовы и менять штаммовый состав вакцины. И это делать уже необходимо, это уже веление времени. Вот согласно исследованиям, опубликованным в том же Ланцет, GMT-казвак снижается в течение 180 дней. Вопрос, будет ли ревакцинация также состоять из двухкомпонентной вакцины, или есть разработки по однокомпонентной вакцине, планируют ли ревакцинацию в последующем каждые полгода, либо по достижению критивного иммунитета в этом отпадут необходимости. Клинических исследований по однокомпонентной вакцине мы не проводили. Министерство здравоохранения на сегодняшний день также рассматривает этот вопрос, они консультировались и с нами. Наш официальный ответ от консилиума наших ученых, что ревакцинацию необходимо начинать после 6 месяцев, после принятия второй дозы вакцины. В данном случае необходимо все-таки вводить два компонента, две дозы вакцины, как и в первом случае, на первый день и на 21 день. По тем данным отзывам, которые мы в настоящий момент имеем, по каким-то побочным эффектам, либо по самочувствию после вакцинации, сложилось устойчивое представление о том, что КАЗ-ВАК переносится легче, особенно категориям населения пожилыми с какими-то заболеваниями. Это действительно так. Реактогенность данной вакцины очень низка. Она отмечалась у нас на всех фазах клинических исследований. Когда нам даже задавали вопросы добровольцы, а почему мы ничего не чувствуем, это не значит, что нет эффекта. Это говорит о том, что реактогенность данной вакцины очень низка. Это очень хороший показатель для данных вакцин. Контингент наших вакцинирован достаточно широкий. Я завакцинировала свою маму. Она инвалид. Ей 85 лет. Она получила обе дозы нашей вакцины и на сегодняшний день имеет паспорт вакцинации. Я делаю это для того, чтобы уберечь ее от заражения, поскольку это человек возрастной, который очень подвержен риску заболевания. У нас самые взрослые вакцинированные наши вакцины, 89 лет, и также хорошо перенес эту вакцинацию. На сегодняшний день мы видим хороший устойчивый клеточный иммунитет. Вакцины бояться не нужно. Нужно ответственно подойти к этому вопросу, защитить себя и своих близких. Мы видим в мире интерес к инактивированным вакцинам. Например, в Российской Федерации считается престижным или дефицитным взять не спутник ВИИ, а взять вакцину, которая разработана, инактивированная вакцина Чумаков. Эпивак Корона. Эпивак Корона, да. Многие ждут Синовак. Китайскую вакцину, она за регистрированная в ВОЗе, она также является инактивированной. Я правильно понимаю, это примерно одного ряда, одного семейства вакцины? Да, это вакцины, которые произведены по одной и той же технологии. Может, какие-то составляющие разные, какие-то параметры, может быть, иные по досье, но это инактивированные убитые вакцины различными химическими или физическими воздействиями. Но почему все-таки инактивированы вакцины в спросе? Перед вакцинацией, естественно, люди изучают эти вакцины, смотрят, ответственно подходят к этому вопросу. И это очень правильно. Каждый отдает предпочтение тому, что более изучено, что больше применяется и то, что имеет меньше отрицательный эффект. Инактивированные вакцины, которые существуют более 60 лет, они уже доказали не на одном поколении людей, что они эффективны, они держат хорошо иммунитет и, самое главное, они безопасны. Практически все детские вакцины, они все идут по технологии инактивированных вакцин. Детские вакцины, требования к детским вакцинам самые высокие. Естественно, не зря берется технология, которая абсолютно проверена, которая абсолютно безопасна. Это опять-таки инактивированные вакцины. Поэтому такой высокий ажиотаж в мире по приобретению инактивированных вакцин. Именно поэтому многие страны заинтересованы в нашей вакцине. При обращении они так и пишут, так и указывают, что у нас есть разного рода вакцины, и мы хотим иметь на своем рынке еще и инактивированные вакцины. Какие из мировых инактивированных вакцин допущены к применению на детях? На сегодняшний день то, что нам известно, опять-таки из общих данных, это китайские вакцины. Китайские вакцины, которые используются при вакцинации детей. Однако нормативно-правовые акты Казахстана не позволяют нам на территории Казахстана проводить клинические испытания на детях. Поэтому эти клинические испытания на сегодняшний день невозможны. Но я думаю, необходимо подойти и рассмотреть вопрос замены этих норм. Если я правильно понимаю, что далеко не исключение, что Казахстан может эффективно работать на иммунитет детей. Но мы не можем это делать, поскольку наш кодекс о здоровье запрещает проведение клинических испытаний. Да, абсолютно верно. Наш кодекс о здоровье несет запретную норму о проведении клинических исследованиях на детях. И если эта норма будет пересмотрена, мы сможем официально провести клинические исследования. И сможем показать и доказать о том, что наша вакцина эффективна и для детского организма. Соответственно, можно сделать вывод, что в Соединенных Штатах Америки, в Китае эти клинические испытания разрешены. Поэтому Pfizer вектор, она допущена к применению. Конечно, конечно. К применению вакцины идут только после проведения клинических испытаний. Без клинических исследований ни одна вакцина не будет допущена на медицинское применение. Какие еще вакцины вы разрабатываете в отношении коронавируса? У нас пошла вторая вакцина. Это субъединичная вакцина, которая прошла на сегодняшний день, успешно прошла первую фазу клинических исследований. Субъединичная это инактивированный или другой класс? Нет, это другой класс вакцин. Это новое поколение по технологии вакцин. Там берется определенный участок С-белка, который, значит, это не полностью вирус, не цельный вирус, как в первом случае с инактивированной вакциной, а только небольшая его часть. Та часть, которую распознает клетка, создает определенный контакт с этим участком и который формирует на него иммунитет. В планах есть еще разработка? У нас разрабатываются еще три вакцины. Это две векторные вакцины. Это уже более современный уровень по технологии вакцин. Первая вакцина векторная на основе вируса гриппа, вторая на основе каприпокс вируса. И еще один вариант вакцины, который мы пока не видели в мире, чтобы кто-либо этим занимался, это атонуированная вакцина, то есть живая вакцина. Мы на протяжении пассажей пытаемся уменьшить агрессивность данного вируса, уменьшить ее биологическую активность и получить таким образом атонуированный, ослабленный штамм вируса. На данную технологию нашим институтом уже получен патентное изобретение. Это говорит о чем? О том, что технология нами разработана. Как вы оцениваете текущую эпидемиологическую ситуацию и компанию по вакцинации? Ситуация очень сложна. Она, по-моему, намного сложнее, чем с аналогичным периодом прошлого года. Компания по вакцинации, конечно же, Министерство здравоохранения работает, максимально прилагает свои усилия. Но, видите, эта ситуация нова для всего мира. И такие проблемы, они не только свойственны нашей стране, но и всему миру. Те же антиваксеры во всех странах мира, они присутствуют. Те же проблемы нехватки объема вакцин также имеются. Но, тем не менее, руководство страны прилагает все усилия для того, чтобы решить этот вопрос. А за нами только остается принять решение. Принять решение и принять ответственность за себя и за своих родных. Очень многие люди, неглупые люди, считали, что вакцина – это спасение. Оно реально является спасением. Но оказалось, что есть человеческий фактор. И вот этот новый феномен недоверия к вакцинам, он вас удивит? Меня удивило другое. Меня удивило то, что мы жили и в 20-м, и живем на сегодняшний день в 21-м веке. Должен все-таки быть прогресс. Прогресс не только в технологиях, но и в сознании. Но то, что я отмечаю, мы имеем прогресс в технологиях, имеем регресс в сознании. Для меня непонятно, как люди 21-го современного времени могут придумывать различного рода невероятные мифы, верить им и следовать им. Скорее всего, это от незнания. Но под этим незнанием и под этими их попытками все-таки лежит, наверное, больше всего страх. Страх. Страх толкает на такие действия. Но для меня действительно эта ситуация непонятна. Как я могу заниматься чумой, разрабатывать, исследовать, если я не буду защищена и завакцинирована? Наши ученые в год получают до 15 различных видов вакцин, именно тех, с которыми, с возбудителями которых мы работаем. Вы лично сколько вакцин получили? В этом году 12. 12 вакцин? 12 вакцин. И так ежегодно. Если я еду и изучаю остров Возрождения, как я могу туда ехать незащищенный? Это может ехать туда только смертник незащищенный. Мы, люди, понимаем, мы работаем в этих условиях. И нам нужна защита. Естественная защита, которая выработает наш организм. Но это надо быть настолько экстремальным человеком, чтобы не понимать эти вещи. Люди этого не понимают. Это либо провал в образовании, либо, скорее всего, феномен социальных сетей, когда люди, буквально, происходит бомбардировка сознания их различного рода фейками, информацией, сомнениями, хайпом. Возможно. Рахим Савикенович, мне это непонятно. Я не сижу в социальных сетях, у меня просто нет времени. У меня нет времени даже нормально отдохнуть, выспаться. Я прям мечтаю хорошо отдохнуть и выспаться. Сидеть в каких-то сетях, наверное, могут те, кому нечем заняться. Я так думаю. Для меня это загадка. Я объяснения нормального найти этому не могу. У меня только удивление, как в текущем, современном мире можно быть настолько неграмотным. Если у вас есть все физические возможности, у вас будет целый набор потрясающих вакцин по своей эффективности, у вас будет замечательный новый завод, но будет низкий процент вакцинации, несмотря на доступность вакцин, то проблема уже биологической безопасности не решена. Вот мы сейчас видим, какой феномен, да, о том, что 4, свыше 4 миллиардов человек в мире не имеют доступа ни к одной вакцине. В Казахстане у нас доступ к нескольким вакцинам, да, и он будет расти, люди просят еще какие-то вакцины, мы их закупаем. Они в наличии, но вакцинация не идет теми методами, которые надо найти. Вот такой немного философский вопрос. Нет ли сейчас понимания, что мы должны переосмыслить понимание биологической безопасности проблем и включить туда вот этот компонент? Да, очень интересный вопрос, конечно же, но это вопрос системный. Это вопрос системный, в котором должны принять участие не только ученые, но и весь просвещенный мир, все наши деятели, все наши системы, министерства и так далее. Мне кажется, эту компанию можно было и не проваливать, вот как вы только что сказали, ощущается провал. Почему? Потому что у нас есть мощная армия проводников просвещения, это учителя. Мне кажется, мы не задействовали именно этот пласт, просветительский пласт, пласт учителей и преподавателей наших вузов, которые имеют очень хорошую ораторскую подготовку, они могут доводить свои мысли до населения, тем более все это надо формировать, наверное, в детском возрасте. Это большой системный вопрос, в котором, да, действительно, мы уступаем тем средствам массовой информации, которые находятся вот в этих социальных сетях. И это тоже наверняка, у вас, естественно, пора и нужно включать в периметр понимания биологической безопасности. Обязательно, обязательно. Вы верно говорите. Если у нас есть какой-то продукт, а он не востребован, или он, наоборот, отторгается из общества, то для чего его производить? Не могу не спросить, у вас все-таки, раз мы затронули проблем биологической безопасности, вот тот компонент, который вам понятен, доступен, это разработка вакцин, производство вакцин. Вот ключевые проблемные вопросы, которые сейчас есть. На сегодняшний день, поскольку все границы закрыты, и поскольку реактивы и оборудование являются остро-дефицитными, нашу работу усложняет, конечно же, портал государственных закупок, где мы останавливаемся, тормозимся и не можем закупить необходимый нам материал и реактивы. Отсутствие необходимой гибкости, да? Да, отсутствие необходимой гибкости, либо определенный какой-то иной подход к закупкам. Почему? Потому что мы не можем ждать те периоды, тот временной отрезок, который заложен в этих правилах, когда это нам необходимо, прямо сегодня, прямо сейчас. Необходимо пересмотреть эту систему. Система должна каким-то образом более гибко относиться к этим вопросам. И вообще необходимо провести какой-то анализ в законодательстве по примеру многих стран. Причем очень многие страны уже начали и работают над этим. Изменяются все подходы и нормативы именно в такие периоды чрезвычайных ситуаций. У нас эта работа, кажется, не ведется. Не сложно судить, но... Я с удивлением обнаружил факт, что из 256 сотрудников ученых вашего коллектива нет ни одного выпускника программы международной стипендии «Булашак». Несмотря на то, что очень много казахстанцев получили очень достойное образование по вашей специальности. По нашей специальности очень многие получили образование биологии, биоинженерии, ветеринарии и так далее. Мы слышим, что многие не могут найти даже работу, постоянную работу и применить свои знания, полученные в рамках данной программы. Но действительно, ни одного выпускника «Булаша» на сегодняшний день у нас в институте нет, к сожалению. Это отмечается, наверное, многими факторами. Во-первых, отдаленность, сложные физические условия работы, социальные, пакет очень низкий. Ответить, конечно, сложно мне. Мы ищем, мы зовем, мы приглашаем, мы открываем конкурсы на занятия вакантных должностей, но ни одного выпускника, имеющего хорошее образование, в которого страна вложила, у нас нет. Но двери наши открыты, мы их ждем. Кузлу Датун, позвольте от себя лично, от нашего телеканала «Хабар-24», от всех казахстанцев, поблагодарить вас, весь ваш коллектив за тот геройский труд, который вы делаете в этот очень сложный период. Реально, ваша работа, она спасла сотни тысяч миллионов, я думаю, миллионы жизней. И казахстанцев, и в тех странах, которые будем поставлять нашу вакцину. И вот я лично бы, наверное, если бы меня попросили назвать 10 достижений нашей государственности за 30 лет независимости, я бы, наверное, поставил в эту десятку, точно бы включил нашу вакцину «Казбак». Поэтому спасибо вам за ваш самодвижный труд, за преданность делу, практически все здесь сотрудники. Я видел, какой, мягко говоря, незначительный размер заработной платы. Здесь люди работают за Родину, за идею и за любви к науке. Поэтому спасибо вам огромное, пожалуйста. Мы, как гражданское общество, как журналисты, будем максимально вам помогать. Но из решения я хотел бы сказать, что пандемия коронавируса, безусловно, обнажила очень большой пласт проблем. Эти проблемы есть во многих странах мира, но что важно, чтобы мы извлекли уроки. И, соответственно, те проблемы, которые встали, и по привлечению молодых ученых, и по совершенствованию законодательства, и по новым подходам к проведению кампантов луцинации, и в целом в отношении такой большой отрасли знаний и практики, как эпидемиология, мы сделали необходимые выводы, необходимые уроки. Потому что пандемия коронавируса, есть вероятность, что это далеко не последний вызов, который столкнется наша государственность. Всего доброго. С вами был Архим Жабаев. Увидимся в следующем выпуске.